Это Ташкент, где, как в Москве, Свердловске, Киеве и в сотнях других советских городов, женщины работают во всех областях народного хозяйства, учатся, воспитывают детей, заботятся о своих семьях. Наима Махмудова – одна из миллионов женщин Советского Востока. Мать, бабушка. Окончив медицинский институт, Наима вместе с мужем, тоже врачом, лечила детей. Помогая друг другу, они занимались научной работой. Теперь муж ее, Умар, заслуженный врач республики, руководит большой детской клиникой. За исследование многих детских заболеваний Наима была удостоена звания доктора медицинских наук. Она стала известным публицистом. Активным борцом за мир, за равноправие женщин всех стран. Как одной из самых уважаемых женщин республики, ей доверили ответственный пост председателя Совета профессиональных союзов Узбекистана. Это новая ступень в интересной, полнокровной жизни Наимы Махмудовой. Все, что узнала она и передумала за годы работы врачом, оказалось нужным и полезным в ее сегодняшней общественной деятельности. Ведь профсоюзное дело глубоко проникнуто заботой об охране материнства и детства, о воспитании подрастающего поколения, о постоянном улучшении благосостояния народа. Советские профсоюзы помогают партии на деле осуществлять права трудящихся, закрепленные в Конституции, основном законе страны. Наима делает все возможное, чтобы помочь женщинам наилучшим образом сочетать занятость на работе с домашними делами. Профсоюзу с каждым годом все полнее удается обеспечивать работниц путевками в санатории и дома отдыха, расположенные в лучших курортных местах. Ничто не проходит мимо рук Наимы. Она способствует прекрасному делу, развитию национального рукодельного искусства, которым всегда славились узбекские девушки. Предмет гордости и особой любви Наимы еще одно дошкольное учреждение, где для детей проводятся игры и занятия, в то время, когда матери заняты на фабрике. Народ высоко оценил сердечность и организаторский талант Наимы, избрав ее депутатом Верховного Совета СССР, высшего органа государственной власти, треть которого составляют женщины. Третья часть парламента – женщины. Такого нет ни в одной другой стране. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин